Криповые истории из реальной жизни, в которые никто не верит. В начальной школе я подружился с мальчиком, и однажды он пришёл ко мне домой. Вдруг одноклассник сделал загадочное лицо и сказал, что у него есть тайна. На полном серьёзе признался, что тот вампир. Я усмехнулся недоверчиво, конечно, трудно поверить в такое. Глядя на него с сомнением, предложил доказать это. Если твои глаза светятся в темноте, это подтвердит, что ты действительно вампир. Мы прошли в ванную, и я выключил свет. Глаза товарища светились в тёмной комнате, что сильно подействовало на меня, напугав до чёртиков. Поэтому я быстро открыл дверь, выбежал на улицу, вскочил на свой велосипед и отъехал от дома так далеко, как только удалось. Обессиленный сполз с сиденья и долго обдумывал произошедшее. Когда вернулся домой, наконец, переборов свой страх, одноклассника там уже не было. И мой отец очень злился на меня за то, что оставил своего друга одного. Материал, который окулисты используют для некоторых тестов, светится в темноте. Я сын офтальмолога, в детстве часто подшучивал над друзьями, заявляя про свою связь с потусторонними силами. Мой отец был самым младшим в семье из 11 детей. Поэтому у меня было достаточно тётюшек и дядюшек. Когда я подрастал с малых лет, видел многих из них, однако не всех. Помню, родители мне часто говорили, что я не могу встретиться с одной конкретной тётей, потому что она умерла давным-давно. Тем не менее, я сохранил в памяти момент, как познакомился с этой родственницей в старом родительском доме папы, когда проходили похороны моей бабушки. В то время мне только недавно исполнилось 10 лет, когда нам сообщили о смерти старушки. Все собрались проститься с покойной, много взрослых людей и очень мало двоюродных братьев моего возраста. Это случилось в далёком 1979 году. Так что моё времяпровождение было томительным. Ничего интересного не нашлось, чтобы отвлечь меня от печальной церемонии прощания. В конце концов, моему отцу надоело выслушивать замечание, что ребёнку не место за общим столом и похороны могут отразиться на детской психике, как заявила одна важная тётя. Он вручил мне сумку с игрушечными машинками и отправил в свободную комнату, где меня нельзя было ни видеть, ни слышать. Некоторое время я играл, толкая по ковру маленькие авто, как вдруг моё занятие прервала незнакомая женщина. Она вошла в комнату и улыбнулась. Сказала, что она моя родная тётя. Вошедшая явно была старше моего отца, но определённо хотела поиграть со мной в машинке, что мне показалось немного странным. Она не была одета в чёрное, как все, и говорила забавно, мы здорово повеселились, устроив гонки, потом женщина ушла. Когда я рассказал о встрече с доброй тётей родителям и как Мок описал её внешность, мне не поверили. Взрослые усомнились в моём рассказе и впоследствии десятилетиями настаивали на том, что было невозможно встретить её, и я ошибся. Меня также много раз убеждали не поднимать эту тему, но недавно я многое узнал про эту тётю. Девочка почему-то появилась на свет неправильной. При родах ребёнок получил церебральный паралич, но в то время, когда она была ребёнком, таких детей не признавали. Родители оставили девочку в комнате на чердаке, буквально заперли её там, кормили и поили, но никогда не разговаривали с малышкой и не выводили на прогулку. Когда она немного подросла, но ещё не достигла совершеннолетия, несчастную забрали из родительского дома и поместили в заведение для особых людей. Красивое название, по сути означающее «сумасшедший дом», где она прожила всю оставшуюся жизнь. Младшим братьям и сёстрам сказали, что девочка умерла, только старшие знали, что её увезли в приют. По крайней мере, тётя была жива до 1987 года. Очень возможно и вероятно, что таки было на самом деле, что кто-то из старших братьев или сестёр привёз женщину домой на похороны её матери, где мы с ней встретились в первый и последний раз. Я жил в деревне. Моя семья владела землёй и сдавала её в аренду. Сами мы не занимались сельским хозяйством, несмотря на обширные угодья и соседей-фермеров. Мне было хорошо знакома местная дикая природа, с детства подолгу родил в полях и лесах нашей местности, видел много орлов и сов, поэтому легко мог узнавать их на расстоянии. Однажды, когда мы с отцом ехали домой, он, сидя в машине на пассажирском месте, указывает мне на одну из этих электропередач вдоль дороги. Я проследил за направлением его руки и увидел наверху что-то огромное. Даже на расстоянии громадина выглядела выше моего роста, слишком массивный в профиль, чтобы быть журавлём, чересчур большой для орла или грифа. До неопознанного существа оставалось ехать ещё полмили или около того, поэтому я не мог различить ни мелких деталей, ни цветов. Прежде чем мы подобрались достаточно близко, чтобы рассмотреть интересующий нас предмет, он спикировал со столба и улетел. Больше никогда не видел ничего подобного. Громадина выглядела больше, чем наша машина. Мой папа до сих пор убеждён, что мы видели птеродактиля. Бабушка думает, что это была громовая птица, легендарное существо из мифологии. Я мог видеть интересные сны, когда был ребёнком. Очень радовался, забираясь в кровать, чтобы лечь спать, потому что мог заранее придумать, о чём будет мой сон, а затем видеть это. В таких заказных сновидениях всегда присутствовал образ друга. Это мальчик моего возраста со светлыми волосами. Мы часто вместе играли на заднем дворе, на игровой площадке с большой кирпичной стеной по краю. Однажды ночью мне приснилось, будто нам захотелось узнать, что находится по ту сторону стены. Мы залезли на дерево, и мальчик первым выбрался на стену. Он обернулся и посмотрел на меня. Потом помахал рукой и перелез через неё. Не решился следовать за ним, не знаю почему, но я вдруг испугался увидеть что-то жуткое. После этого больше никогда не видел задуманных снов. В детстве такая потеря действительно причиняла мне много страданий. Я ужасно скучал по своему товарищу и прилагал много стараний, чтобы вернуться к нему. Но все мои попытки заканчивались неудачей. Я просто не мог больше этого делать. После того сна больше ни разу не удалось встретиться с виртуальным другом. Помню, как играл на детской площадке. Мы вышли на прогулку всей семьёй, и внезапно погода испортилась. Сильная гроза напугала родителей. Мама позвала меня домой. В этот момент я увидел след молнии прямо перед собой. Грома не слышал, только яркую стрелку ослепительного света. Никто из взрослых ничего не заметил, но вокруг стало довольно светло. Не уверен, может ли какой-то всплеск энергии происходить в вашем мозгу, что могло бы вызвать подобное видение. Но помню, как умолял маму поверить, что я только что увидел разряд молнии прямо перед собой. Она просто отмахивалась, проигнорировав меня. Как и я, почти так же. Гостил в детстве на ферме моего дедушки, когда разразилась буря. Не заметил, чтобы молния ударила где-то рядом, но яркая вспышка была. Затем увидел нечто удивительное. Незапно во дворе возник странный светящийся шар, стреляющий искрами. Некоторое время он парил над землей. Потом словно растворился в пространстве. Я не знал тогда, что это было. Несколько лет не вспоминал о загадочном происшествии, пока не услышал о таком природном явлении, которое называется шаровой молнией. Не уверен, что это было именно оно, но выглядело все чертовски круто. Когда я был маленьким, то думал, что горные хребты на горизонте по пути к дому бабушки и дедушки были построены моим дядей Ричардом. Понятия не имею, как глупая мысль пришла мне в голову, но помню, что очень расстроился, когда узнал, что такое сотворить одному человеку не под силу. Просто невозможно. Приемные родители, которые были уже очень пожилыми людьми, меня отругали за то, что дурачился в церкви. Старуха так разозлилась, что когда мы вернулись домой, в наказание заставила весь оставшийся день стоять на коленях в углу. Я помню, что смотрел в окно, когда выглядывал со своего места и наблюдал, как солнце движется по небу. Время шло быстрее, секунды превращались в минуты, затем в часы. Был полдень после утренней воскресной церкви. Мой просмотр длился вплоть до того момента, пока солнце не покинуло вид из окна, а небо окрасилось в цвет заката. Впечатление сохранилось очень странное. Обычное наказание, но оно оставило такой яркий след в памяти, что я до сих пор помню о нем. Как-то мы с братом играли на заднем дворе. Забрались на крышу сарая для домашней утвари, чтобы проверить себя на храбрость. Стояли на краю и представляли, как парим в небе, словно птицы. В какой-то момент оба повисли в воздухе примерно в 30 футах над травой. В конце концов, мы испугались, что не сможем приземлиться, и мгновенно вернулись на крышу. Ошарашенные случившимся быстро слезли оттуда. Конечно же, мы не могли повторить это снова. И вот что самое интересное. У моего брата точно такие же воспоминания, вплоть до всех деталей. Мы не знаем, как это произошло, и все еще удивляемся, что летали на самом деле. Я до сих пор не могу объяснить этот удивительный случай. Когда я учился в начальной школе, мне пришлось делить кровать размера Queen Size со своей старшей сестрой. Домашняя собака, дворняга, похожая на короткошерстную Лесси, каждую ночь спала у изножья нашей кровати. Однажды, мне в то время исполнилось 6 лет, я проснулся около полуночи и увидел темную фигуру. Она была полностью черной, без глаз и без лица. Постояв мгновение в проеме открытой двери, силуэт медленно и бесшумно начал передвигаться к нам. Я пытался разбудить сестру, но она перевернулась на другой бок, чтобы снова заснуть, так и не открыв глаза. При этом, должно быть, случайно зацепила ногой собаку, потому что та проснулась, подняв голову, и начала рычать на темный сгусток, уже замерзший в изножьей кровати. Громкое рычание разбудило спящую. Она подняла голову и увидела страшное зрелище. Почти мгновенно испугавшись, сестра начала громко кричать. Когда мои родители прибежали в нашу комнату и включили свет, там никого не было. По сей день я и моя сестра непреклонны в том, что видели привидения. Уверены, что мы не сумасшедшие, потому что наша собака тоже отреагировала на его присутствие. Когда я была подростком, вдвоем с братом постоянно присматривали за соседским ребенком. Его звали Алекс. Малыш очень любил мой набор лего, который я держала в углу комнаты. Он часто собирал разные конструкции, сидя лицом к окну. Однажды днем, когда соседский ребенок оставался у нас, я заснула на кушетке в зале. Мой брат подошел ко мне, разбудил и сказал, «Алекс лежит под твоей кроватью и трясется». Я вскочила на ноги и спросила, что с ним. Мой брат попросил меня следовать за ним в спальне, чтобы попытаться уговорить ребенка выбраться из укрытия. Я захожу внутрь и, наклонившись возле порога, вижу заплаканного Алекса. Спокойно спросила мальчика, «Что случилось? Почему ты прячешься?» В ответ Алекс захныкал, «Это там». Глядя на мой раздвижной шкаф, он ткнул пальцем в том направлении. Когда я подошла ближе к кровати, чтобы помочь ему выбраться, он моментально выполз оттуда и выбежал из комнаты. Помчался обратно к своему дому и, сжавшись в комок, сидел на крыльце, пока его родители не вернулись домой. «Мы с братом тоже вышли во двор, чтобы встретить соседей и выяснить, что случилось». Все семьей отправились к ним обедать, и малыш подробно объяснил ситуацию, так напугавшую его. Рассказ Алекса вызвал жуткий переполох. «У меня мурашки поползли по телу, когда я услышала слова ребенка». «Мальчик играл с моим Лего, когда услышал легкий скрип двери шкафа. Что-то похожее на слабый возглас «иди сюда», донеслось изнутри. Он сказал, что оглянулся и сразу заметил в шкафу чуть приоткрыта дверь. Небольшую щель пробивался дневной свет. Пару минут смотрел туда, пока не увидел человеческий глаз. Широко открытая века неподвижно смотрела на него жутким взглядом. Затем исчезла. Ребенок издал легкий виск, который и привлек внимание моего брата, после чего юркнул под мою кровать. После рассказа Алекса всем стало понятно, что в шкафу прятался мужчина. Мы всей семьей врываемся в наш дом, забегаем в мою комнату, в ужасе обнаруживаем, что дверь гардероба широко распахнута, окно оставлено открытым, но ранее было закрыто. И опрокинулось несколько вещей, которые до этого никто не трогал. Слава богу, ничего более серьезного не произошло. Мы до сих пор не знаем, какую из высших сил благодарить за наше спасение в тот день. Было 4 часа утра. Я лежал на кровати и смотрел видео с ютуба. Внезапно мне показалось, что кто-то прыгнул на край одеяла, отвлекая мое внимание от просмотра. Сначала подумал, что это одна из наших кошек, оставшихся в моей спальне. Повернув голову к стульям, на которых они обычно спали, я убедился, что обе домашние любимицы там. Хуже всего было то, что пушистики выглядели встревоженными. Они замерли в напряженной позе и смотрели точно в изножье кровати. Обернувшись, я увидел на том месте отчетливый отпечаток. Будто там сейчас кто-то невидимый сидел или лежало что-то маленькое. Буквально за секунду вмятина на глазах исчезла. Когда я влетел на бегу в стеклянную дверь, то единственное, что сломалось, это ключи в кармане. Со мной случилось обратное. В детстве я выпал из автобуса, разорвал рубашку в клочья, сильно поранил спину, на которой появились глубокие царапины. Проклятый школьный пиджак остался неповрежденным. Вообще без единой дыры. Кажется, мой ангел-хранитель немного протупил. Или ему очень понравился мой пиджак. Шагая по тротуару, я размышлял о всякой ерунде. Как вдруг с противоположной стороны дороги на меня начала двигаться идеально прямоугольная тень. Размером 15 на 30 футов. Причем мне показалось, что она передвигается быстрее, чем машина. Остановившись на месте, широко открыв глаза, удивленно таращусь на странную фигуру на земле. День яркий, отличная видимость, и я просто не могу поверить в происходящее. Темное пятно поднимается от земли и нависает надо мной. Когда оно проходит мимо, я поднимаю голову и смотрю в небо. Но не вижу ничего, что могло бы отбрасывать такую тень. Даже редкие облака не могли закрыть солнце. Они просто тащили за собой разрозненные белые клочья. Оглянулся назад и увидел, что теневая фигура пролетела над некоторыми домами, а потом исчезла навсегда. Я также видел таинственную прямоугольную тень. Это случилось лет пять назад. На улице стоял жаркий летний день, яркое солнечно-голубое небо, облаков не было совсем. Тень была явно видна. Она двигалась по земле быстро, я бы сказал, со скоростью машины, а может и больше. Тёмное пятно захватывало всю ширину дороги, частично тротуар и кустарники с другой стороны. Я увидел это из окна своего дома, сразу выбежал во двор, чтобы посмотреть в небо, но там не было ничего и даже звука. Тем не менее, постарался внушить себе, что это военная техника или что-то в этом роде, так как не особо верю в паранормальное явление. Я был с другом в прихожей, собираясь уйти из дома, когда крышка от бутылки, стоявшей на столе в кухне, просто вылетела оттуда на скорости и прокатившись по длинному коридору, задержалась у наших ног. Казалось, будто кто-то целенаправленно бросил её нам вслед. Мы оба видели странный полёт небольшого предмета и даже многозначительно переглянулись с приятелем. Когда я вернулся в кухню, бутылка по-прежнему стояла на столе, только уже без пробки. Наверное, это просто совпадение, но тогда я думал иначе. В детстве, когда я был маленьким мальчиком, подружился с бездомной кошкой. Обычно выходил по утрам во двор, чтобы погладить пушистую подружку, которая жила под нашим сараем. Кормил её, приносил воду и играл с ней каждый день. Однажды ночью мне приснилось, что кошка умерла. Поэтому я проснулся в полном отчаянии, вышел из дома и пробрался на обычное место, где она ютилась. Негромко позвал её. Потом несколько раз окликнул во весь голос, поднял на ноги родителей и мама увела меня в спальню. Моя любимица так и не появилась после того сна. Я больше никогда её не видел. История не моя, её рассказали мне родители. Там, где они раньше жили, во дворе стояла старая кушетка, оставшаяся от прежних хозяев. Моя мама иногда просыпалась посреди ночи и отправлялась на кухню выпить воды. Однажды она шла по коридору и, проходя мимо гостиной, увидела за окном мужской силуэт, сидящий на кушетке. Мама описывала ночную сцену так. Пожилой мужчина в шляпе, застывший в неподвижной позе. Она видела его несколько раз. Никогда не рассказывала о ночном пришельце моему отцу. Просто не придавая значения странному видению. Считала это личной галлюцинацией. Но спустя какое-то время муж сказал ей, «Это удивительно, но иногда мне кажется, что посреди ночи я вижу человека, который сидит во дворе и ничего не делает». Да, они оба наблюдали одно и то же. Старик, сидящий неподвижно в ночное время на старой кушетке. И, наконец, признались в этом друг другу после того, как отец первый заговорил о нём. В двухэтажном доме моих родителей была гостиная, чуть в стороне от двери, в которой располагалась лестница. С дивана в большом зале можно видеть весь коридор второго этажа. Однажды на время отпуска мои родители уехали к родственникам. Я остался дома один. Провёл в одиночестве пару дней. Мне стало скучно, поэтому решил пригласить к себе кузена. Мы сидим вдвоём на диване в гостиной, играем в Xbox или что-то в этом роде. Лестница, ведущая на второй этаж, не просматривается с нашего места. Но напротив двери почти всё пространство в обзоре. Было довольно поздно, мы уже заканчивали игру, когда я бросил случайный взгляд на второй этаж. Краем глаза увидел, как из ванной комнаты высунулось серое лицо и уставилось на меня. Самым жутким казалось то, что человек выскользнул из комнаты, как если бы он лежал на полу. Его голова находилась на уровне верхней ступеньки в нижней части дверной коробки ванной. Выскользнул, посмотрел, а затем спрятался обратно. Я не двинулся с места, просто сделал вид, что ничего не заметил. Но как только на долю секунды закрыл глаза, а потом открыл их, видение исчезло. Не бросился наверх, чтобы осмотреться и ничего не сказал на этот счёт. Просто продолжал играть ещё около трёх секунд, пока мой кузен не прошептал. Ты видел это? Там кто-то выглядывал. Как только наши глаза встретились, мы оба поняли, что заметили одно и то же. Двоюродный брат сказал слух, о чём я сам не решился заговорить. И моё сердце сжалось от страха. Не выдавая свой испуг, предположил, что мы увидели просто одну из теней, которые иногда появляются в уголках глаз от перенапряжения. Опять же, я видел это только краем глаза. Но из нашего совместного описания мужчина оказался с серой кожей и чёрными волосами. Мы вдвоём поднялись по лестнице, чтобы проверить всю ванную комнату. Ничего не нашли. По сей день я всё ещё не могу спокойно открывать дверь в свой дом. Боюсь, что столкнусь с чем-то необъяснимым. Мне страшно при мысли, что буду смотреть в коридор, и какое-то серокожее существо просто наклонится с лестницы вниз, выставив наполовину лицо, молча уставится на меня, а затем исчезнет. Когда я была подростком в неполных 15 лет, родители оставили меня дома одну. Они уехали погостить к друзьям на выходные, с вечера пятницы до вечера воскресенья. И я, прощаясь с ними, радостно подумала. Это круто, могу расслабиться, играть в игры, смотреть фильмы всё время и есть, что хочу. В пятницу поздно вечером я с трудом оторвалась от телевизора, побрела в спальню и свалилась на кровать. Моментально заснула, а затем проснулась от того, что услышала голос мамы. Она разбудила меня утром следующего дня, поэтому удивлённо спросила её, что случилось. Я думала, вы отправились гулять на все выходные. На мой вопрос мама среагировала странно. Она удивлённо посмотрела на меня и сказала, о чём ты говоришь? Сегодня воскресенье, мы вернулись в 16.00, как обещали. Я понятия не имею, что случилось в течение этих двух дней. Вообще не выходила из дома, и мне кажется, даже из спальни. С тех пор, как родители уехали, не было никаких изменений. Еда не тронута, посуда на том же месте в кухне, как мама оставила перед поездкой. Я посмотрела в свой телефон, там куча непрочитанных сообщений с субботнего утра. Ну не могу представить, что всё это время я спала. Примерно за неделю до того, как в моей квартире возник пожар, мне каждую ночь снились дома, дотла сгорающие в огне. Однажды мой аутичный младший брат вошёл в комнату родителей примерно в 3 часа ночи. Он разбудил их и сказал, что бабушка уже очень старая, она скоро умрёт. Ребёнок расплакался, мама с трудом успокоила сына. Позже, на следующий день, нам позвонили и сообщили, что старушка действительно умерла во сне той ночью. Родные были шокированы новостью, ещё больше их удивило предсказание сына, сделанное накануне. Но у ребёнка аутизм и инвалидность, поэтому они не могли спросить его, откуда малыш узнал о смерти бабушки, и почему говорил об этом так уверенно. Я разговаривал со своим соседом на улице. Внезапно всё вокруг потемнело, как будто кто-то случайно выключил, а затем снова включил свет. Немного усомнился в реальности произошедшего, просто подумал, что это всего лишь дикая выходка моего мозга, кратковременное помрачение рассудка. Но потом заметил, что сосед тоже смутился, как-то неуверенно осматривается по сторонам. Затем его дочь, которая играла во дворе, неподалёку одна скрикнула, «Папа, что это было? Что только что произошло?» Мы все смотрели в разные стороны, так что внезапная темнота оказалась повсюду. До сих пор вспоминаю необъяснимую ситуацию. Иногда об этом поговорим с приятелем, понятия не имею, что тогда случилось. Я провёл часы в интернете, безуспешно пытаясь найти ответ. Проснувшись пасхальным утром, я увидел, что папа входит в мою комнату и направляется к платяному шкафу. Он был в своей рабочей одежде, не обращая на меня никакого внимания. Сосредоточенно начал рыться в ящиках. Я окликнул его несколько раз, всё время интересовался, что он делает, но в ответ не слышал ни слова. Молча завершив поиски, отец вышел и закрыл за собой дверь. Я побежал в родительскую спальню, чтобы узнать у мамы, что на самом деле происходит, но её там не было. Быстро спустился по ступенькам на первый этаж, ворвался в кухню, а они оба сидят за столом и завтракают. На моём папе надеты белая футболка и шорты, как обычно в выходной день. Когда мне было около 10 лет, у моей сестры примерно вдвое меня старшей, родилась дочь. Она с малышкой жила с нами, на попечении нашей семьи. Сестра, едва выбравшись из подросткового возраста, не стала хорошей мамой. Для неё не было ничего необычного в том, чтобы ускользнуть на вечеринку и оставить племянницу без присмотра. Когда Кроха просыпалась одна, она сразу начинала плакать, поэтому я шёл в комнату сестры и оставался там спать, чтобы ребёнок был спокоен. Однажды ночью я услышал, как плачет малышка, но это были самые худшие крики, которые я когда-либо слышал. Сразу догадался, что сестра снова улизнула на вечеринку. Меня очень удивило, что моя мама не проснулась от шума и не поднялась с постели, чтобы успокоить ребёнка. Иду по коридору и ясно слышу громкие детские крики. Когда уже стою перед дверью, отчаяние ребёнка пронизывает меня насквозь, даже вызывает дрожь. Быстро открываю дверь, плач мгновенно прекращается. И я смотрю на пустую кровать. Стою в столбняке, переваривая ситуацию. Потом бегу и стучу в дверь спальни родителей, чтобы рассказать им о странном происшествии в нашем доме, случившемся только что. Мама недовольна тем, что её разбудили. Раздражённо огрызается на меня и говорит. Это просто ветер воет. Тебе почудилось, что ты что-то услышал. Ступай в спальню. Я так и сделал. Вернулся в свою комнату, закрыл дверь и залез в кровать, не сводя глаз с потолка. В голову лезли разные мысли, одна страшнее другой. Когда немного успокоился и начал засыпать, снова услышал, как моя племянница плачет в соседней комнате. Я спрятался под одеяло и в конце концов заснул. Ну а на утро узнал, что сестры и её ребёнка ночью вообще не было дома. Когда мне было 9 лет, со мной произошёл удивительный случай. Мы с лучшим другом возвращались из школы, по пути домой переходили на другую сторону улицы. Обычно старались быть осторожными на оживлённой трассе, но в тот момент я готовился ступить на проезжую часть, даже не думая смотреть в обе стороны. Неожиданно моё внимание привлекла чёрная кошка, преследовавшая нас уже некоторое время. Она бросилась мне под ноги, преграждая путь. Мы оба остановились, и я наклонился, чтобы погладить её. Машина серебристого цвета пронеслась на большой скорости справа от меня. Один мой шаг, и она реально сбила бы неосторожного пешехода. Я замер, как олень в свете фар. Мой друг закричал от испуга. Спустя секунду автомобиль оказался слева от меня. Не свернув, не отклонившись на другую полосу, машина просто мгновенно проехала дальше и стремительно уносилась прочь. Я перебежал опасную зону. Мой друг догнал меня и спросил, как мне удалось уцелеть, избежав столкновения. Оглянулся назад и увидел на противоположной стороне кошку. Всё выглядело немного странно. Силуэт её был нечётким и раздвоенным. Ясный день, светит солнце, но за пределом дороги на той стороне было пасмурно и ветрено. Чёрная кошка пару минут смотрела на меня, затем просто развернулась и испарилась. Смотри так же жуткие истории, которые на 100% правда. Субтитры создавал DimaTorzok